Компания Arturia выпустила девайс для тех, кто не любит долго ковыряться в настройках своего инструмента. K-Lab Essential 88 обладает широчайшими возможностями при максимально простой технической стороне процесса. В кадре Игорь Чили на канале Musician UA и сегодня будем разбираться вот с этим девайсом. Клавиатура Arturia K-Lab 88 Essential представляет собой флагманскую модель серии. Ее отличительной особенностью является 7-октавная клавиатура с механикой полувзвешенного типа. Количество используемых контроллеров такое же, как и у младших моделей и включает в себя пэды, фейдеры и поворотный регулятор. В комплект входят, собственно, сам инструмент, USB кабель, инструкция, а также программное обеспечение Enelog Lab Ableton Live Live Grand Piano Model D. Инструмент выглядит очень симпатично и современно. Белые клавиши имеют глянцевое покрытие и полноценную неукороченную кромку, как у синтезаторных моделей. Черные клавиши матовые. Корпус инструмента белый, матовый. По бокам деревянные вставки, все в лучших традициях Arturia. На задней панели расположены MIDI-выход, разъем для подключения сустейн-педали. Подключение клавиатуры к компьютеру осуществляется через USB-порт. При таком подключении питание берется от шин USB. Для использования устройств с внешними синтезаторами понадобится адаптер питания, который в комплект не входит. Переходим к нашему рабочему пространству. Перед нами 88 чувствительных к скорости нажатия полноразмерных клавиш. Здесь у нас полувзвешенная механика. Клавиатура отличается от младших моделей серии, поскольку имеет более предсказуемый возврат и большую амплитуду хода клавиш. При этом клавиши достаточно быстрые, легкие, упругие и сравнительно тихие. По типу они близки к фортепианным. Играть на них довольно удобно и приятно. Над клавишами слева направо расположились. Колеса высоты тонной модуляции. Здесь все просто. Зажимаем ноту и крутим колесо. Переключатели октавы. Нажимаем кнопку октавы минус или плюс. Видим, что она мигает в умеренном темпе. Значит понижение повышения октавы происходит на одну октаву. Если жмем второй раз, кнопка начинает мигать чаще. И это означает, что понижение повышения происходит на две октавы. Кнопка корт, которая позволяет записать аккорд на одну клавишу, а затем воспроизводить его целиком, нажимая лишь на эту клавишу. Для этого нажимаем корт, играем ноты аккорда, а затем нажимаем первую ноту аккорда. Слышим, что звучит аккорд целиком. Далее кнопка транспонирования. Клавиатура имеет 8 основных режимов, отличающихся между собой назначением контроллеров. В первом режиме Analog Lab осуществляется собственно управление программой Analog Lab, которая может быть вызвана в качестве плагинов-секвенсора или работать как отдельное самостоятельное приложение. Внешний вид программы в обоих случаях будет одинаковым. В данном режиме все параметры клавиатуры будут управлять параметры. Контроллеры. В данном режиме все контроллеры будут управлять параметрами Analog Lab. При нажатии на кнопку DAW контроллеры автоматически будут переведены в режим управления параметрами используемого секвенсора. В настоящий момент имеется поддержка таких программ как Pro Tools, Logic Pro, FL Studio, Bitwig, Cubase, Ableton Live, Digital Performer, Studio One. Для всех остальных DAW предусмотрен универсальный пресет со стандартными параметрами управления. Для дополнительного удобства управления все кнопки регулятора на клавиатуре подписаны. Синие надписи соответствуют режиму Analog Lab, серые DAW. Остальные шести режимов предусмотрены для пользовательских конфигураций, которые можно создавать в отдельной программе MIDI Control Center. В ней можно наглядно назначить необходимую MIDI команду на любой управляющий контроллер клавиатуры. Переключение этих режимов осуществляется при нажатии на кнопку Map Select и соответствующего пэда. Тут же предусмотрена и оперативная смена MIDI канала для всей клавиатуры. Переходим к пэдам. По умолчанию дублируют первые восемь нот по хроматизму в малой октаве, обычно использующиеся в виртуальных ударных инструментах. Также могут быть переназначены на любые другие ноты или MIDI команды. Они могут воспроизводить ноты, аккорды, либо работать триггерами для запуска сэмплов в Ableton. Продолжение следует... Командный центр DAO позволяет вам играть, приостанавливать, останавливать, записывать, переключать метроном и быстро перемещаться. Девайс поставляется с интеллектуальным и эффективным двухстрочным жидкокристаллическим дисплеем, который позволяет вам знать правильную и нужную информацию, предустановки и информацию о параметрах. Навигация по коллекции пресетов Analy Club производится большим безупорным нажимным регулятором и кнопками, расположенными рядом. При этом на экране крупно отображается название пресетов, теги сортировки, регулируемый параметр в данный момент времени и его изменяемое значение. Выбранный тембр можно сразу же докрутить, изменяя его основные параметры. Безупорные регуляторы расположены над фейдерами и напоминают микшерную секцию. Для каждого пресета на фейдеры и регуляторы уже назначены наиболее интересные и важные настройки, позволяющие гибко управлять используемым инструментом. Как и все модели серии, данная MIDI-клавиатура предназначена главным образом для работы с коллекцией виртуальных инструментов Arturia Analog Lab. Analog Lab представляет собой виртуальный инструмент, эмулирующий звучание легендарных клавишных инструментов и синтезаторов. Все они удобно объединены в одну оболочку. В нижней части окна плагина расположена панель с виртуальными регуляторами, которые соответствуют физическим регуляторам на контроллере. По умолчанию на эти регуляторы назначены наиболее часто используемые и ходовые настройки, но могут быть легко переназначены. Список всех доступных пресетов отображается в центральной части экрана. Также Analog Lab интересен мультирежимом, позволяющим создавать двухслойный инструмент, что крайне удобно в автономном режиме. Подобный двухслойный тембр может быть создан из любых доступных инструментов Arturia. Также предусмотрено разделение клавиатуры по зонам для каждого слоя и дополнительное управление параметрами условного микшера с помощью MIDI-контроллера. Для управления мультитембральным режимом Analog Lab предусмотрены отдельные кнопки Part 1 и Part 2. С их помощью осуществляется переключение на соответствующие слои, в которых фейдеры и энкодеры будут регулировать свои параметры. Кнопка Live позволяет переключать контроллеры на управление параметров макро, громкость, панораму и посылы на эффекты. MIDI-клавиатура KLAB 88 Essential получилась отличным дополнением облегченной серии Essential и заслуженной является ее флагманом. В отличие от младших моделей, имеет не только увеличенное количество клавиш, но и более качественную механику. Что касается удобства работы с Analog Lab, то возможности управления аналогичны для всех устройств Essential и практически не уступают старшей линейке клавиатур KLAB MK2. По вопросам приобретения девайса обращайтесь к официальному дистрибьютору Arturia в Украине, компании Allegro Music. Ну а с вами был Игорь Чили на канале Musician.ua. Ставьте лайки, подписки, колокольчики. Ну а новый обзор не за горами. Всем KLAB пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok